Всем привет! А у нас сегодня новый день и у нас приключения. Какие? Мам, Юль, куда мы едем? Мы едем на праздник Талмы. Талмы или Талмы? Вот, наверное, Талмы. Все пишут Талмы. Смотрите, какой у нас автомобиль. Взяли машину, приехало такси, а там фиолетовые окна. Да, прям красота. И не очень нравится. Все верим в Талмы! Да. Так что это недалеко от города. Можно поехать на такси. Добираться минут 20 где-то. Сегодня должна быть самая длинная Талма. Талма, да. Мы, может быть, ее даже съедим. Обещают и с мясом, и с рыбой. И с канавклём. Надо срочно разобраться в этом. Какая вкусная. Вчера еще и нульки такое платье купили. Полосатые. Вот. В общем, едем смотреть на праздник. Очень странно. Приехали вроде вовремя с Андой. Но почему-то все закрыто. И есть такая вот большая очередь. Не знаю, как еще более нормально купить билеты. Может быть, по каким-то QR-кодам. То есть мы, видимо, не очень подготовились. Шум. Большой шум. Стоим. Приехали почти что в 2 часа. Не знаю, сколько времени будет вот эта очередь длиться. Надеюсь, минут за 15-20 одолеем. В итоге очередь была очень быстрая. Мы не ждали 10 минут. Но надо без дачи. Да. Ну, заранее никого не оповестили. Спонтанное решение было принято рано утром. Часов в 11. Такие нам дали браслеты. Сколько у нас на четверых? 16 тысяч. И у нас, кстати, да, у нас с собой черешня. Еду будем с собой. Перекус с собой. Экономим. Это абрикосовый? Возьми абрикосовый. Я хочу пить. Очень люблю. Я потом воды захочу. И ноль. А можно виноградный? Эй, а бронатный. Спасибо. Завинус съем. Мы же потом вернемся, когда воды найдем. Сейчас мы дойдем. А это большая, да, версия? Это пастила. В нем фашированные с медом и с орехами. Без сахара. И эти тоже без сахара. А срок годности какой? Как хранить его вообще? 6 месяцев. Они в вакуумную упаковку. И без проблем 6 месяцев. Эти тоже. Ага, по дорогу можно собрать. И сколько стоит такой? 2000 по 1000 грамм. 400 грамм. Можете попробовать армянскую халву. Халва тоже, да, очень вкусная, кстати. Армянская халва. Домашняя. Можете попробовать, заказать и так далее. Очень нежная, вкусная. Спасибо большое. Потом можете взять с собой. 15 дней хранить можете. Потому что мы тут вообще стараемся не есть сникерс. Вот это все. А это очень хорошая замена. Да. Натуральная. Вкусно. Да, натуральная. Я очень люблю халву. Но я ела такой рот фронт, который очень нравится. Она из подсолнечника. А вот это у нас из нескольких видов семян. Это получается не только подсолнечник, кунжутное. Очень много вариантов. Да. Инна, Инна, это для красоты. Тоже можешь. Я сейчас. Видимо, так готовит вермишель. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень интересное занятие. Чем вы тут занимаетесь? У нас вот альмянский товарский ржда. Вот прямо свежий. Ага. И это нужно просто варить? Да. Инна, нет? Жарить. Ага. Это варить. Это уже готово. Ага. А это получается? А это свежий. С альмянским лавашом вот маленьким, с камнем вот это все. Не электрический, вот буру будем делать. Ага. Это такое обед. Лавашной, да. Вот легкий. Ага. Интересно. Без вредней, без ничего. Сейчас мы должны нагулять аппетит. Да. А это сам процесс приготовления. Да, да, да. Ты обложить обратно. Давай. Оп. Просто место не такое, чтобы вот они... Сейчас пакетик. Интересно, как... Потому что я видела только вот такую машинку. Нет, она ручная работа. Тяжелый. Вообще не можете делать. Да. Оп. И вот так вот. Вот так вот. И вот так держишь, чтобы иссушилась. Потом посмотришь, как на ручку. Макарон будет. Макароны. Да. Вот там. Ой, отлично. Интересно. Я не смогла это не запечатлить. Красота какая. Внучка и бабушка. Всё, устала, наверное, уже. Это, значит, скажем так, корабль. Корабль. Который приносит на остров армянскую Толму. Это наш армянский. Украинский. И доказывает, что Толма была. И здесь остаётся армянская. Больше ничей не может... Т, Т, Толма тогда. Толма. Ага, всё. Т. Это произошло от того, что Толма. Почему мы говорим? Потому что листья виноградные назывались раньше Толли. Тон? Толли. Толли. Да. То есть произошло как... Значит, раньше коза заходила в виноградник. Ела все кусты винограда. Так, как чтобы её наказать. Чтобы она в следующий раз не попадала на виноградник. Её? Да. Её? Толлу делали из козьего мяса. Ага. Понимаете? Как интересно. Какая интересная история. Как говорится, говорит. Почему у козы глаза грустные, а у неё муж... Нет, у неё потому что муж козёл. А, муж козёл. Всё ясно, да. Если ты коза, то у тебя и муж козёл. Если муж у тебя козёл, то ты коза. То ты коза. Да. Вот теперь поймите, как представьте себе, какая это... Так. А это корабль поближе. Да. Это поющий. Он поёт нашу... Армянин. Армянин. Вот просто она. Всё красиво украшено. Голубая вода. Голубый рис — это вода. Слышишь? Ариф. О! Дуду. Он поёт на дудочке, да. Молодцы, прям. Очень оригинально. Лаваш — это паруса. Да, паруса — лаваш. В общем, здесь это лма будет у нас. На подачу. Да, у нас это пальмы, в общем. Мы создали так, что у нас... Да, это пальмы. Да. Класс. Мы решили выпить квасу. Живой квас. Ой. Хочу газированного и холодного. Здесь свадьба была. Пропустили. Всё, снова пропустили. Ммм. Вкуснятина. Да, хороший квас. В пятнадцать часов должен начаться сам конкурс. У нас где-то без десяти минут. Решили просто прогуляться. Сейчас где-то 34 градуса. И скоро солнцепёк, солнцепёк просто пройдёт стороной. Сейчас мы наслаждаемся. Инна, кстати, будешь квас? Квас будешь? Попробуй. И-ни-ни. Мы пропустили. И-ни-ни понравился квас. Мы пропустили самую большую долму. Надо срочно пойти и продегустировать. А вот это самая длинная долма. Просто ковёр. Интересно, когда мы её будем есть? Мы уже ждём. А вот. А вот это сверху написано элегант. Она вот здесь, наверное, подогревается, что ли? Смотрю, фольга. Да, да, подогрев. Нет, на полу не подогревается. Нет, я думаю, это не подогрев. Как она будет готовиться, интересно? Она уже готова. Ты думаешь? Угу. Да. Нет. Её будут есть. Там тоже. Именно, наверное, тоже будут проверять и на вкус долму. По всем параметрам. Я сейчас подошла к стенду, и тут очень высокая температура. Печка работает, и жарят талму из листьев капусты. В основном из листьев винограда, а тут именно из капусты. Мы уселись в стенёк. Такие пуфики у нас. Мы где-то их взяли. Как я понимаю, что они предусмотрены для гостей. Но они в основном только на той стороне, а та сторона ещё очень солнечная. И мы их сюда перетащили. Тут очень приятный тенёк. В следующий раз надо взять вот такую лежанку. Лежак, полотенце большое, либо плед какой-то. Вот ребята прям подготовились и сделали пикник. Прям очень классно у них получилось. Потому что и зонтик, и маленький зонтик у них, и плед. Прям хорошая компания, весёлая. Там ещё одна именинница. Июньские дамы. Классная музыка. Вообще классно. Мы сейчас находимся рядом со сценой. Музыка просто класс. Очень похожа на Ленинград. Единственный минус этого фестиваля, что очень мало посадочных мест. Мы как-то ухватили пуфики. Но так прям просто. Пуфиков, наверное, штук 20. Человек, людей очень много. Меня плохо слышно. Но тут очень здорово. Да, и нульку угостили вубликом. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода. Класс! Класс! Субтитры подогнал Игорь Негода. Класс! Субтитры подогнал Игорь Негода. Класс! 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 а ты думал сам как-то задвигается и на первый раз встречаю такую марку но она мне просто спасла это кондиционер боже мой как хорошо под ним сколько он тут квадратов квадратов 40 охлаждает ну прям спасение малыш спасибо тебе боже мой хорошо класс основу выйдем в жару надеюсь я потом не заболею и катюшка рисует батик батик же да называется и краску и это платочек для мамы у нас начинается мастер-класс нужен знающий человек мужчина и трое детей можно увеличить скорость и будут брызги да это мы получается добавляем высоты в изделие или наоборот делаем его более мягким и более мягким вау это просто это незаметный и баба круто вау я даже не заметила этого ой какая а что мы делаем получается круто мне кажется мою дочку тоже нужно сюда привести только я ее раздену полностью да а потом помою пять я ее раздену фартук одену а там в корыце помою я только фильмах такое видела сейчас я ей предложу а сколько стоит такое да вы что совместное творчество вы заберете эту работу конечно это будет наше это платочек старания это одеялка для моих кошек давай 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 сильный мягкий да очень мягкий дай пожалуйста дай сынулька делает я вообще классно мы сейчас решили сделать чашу в основном делают маленькие вазочки кувшины а тут все-таки решили такую чашу мне кажется она очень должна быть функциональной туда можно положить яблоки абрикосы что еще и нуль туда можно положить всякие вещи ненужные маленькие вещи вообще я очень хотела у нас подсвечник но сказали что к сожалению сейчас не получится это могут обжечь и получается потом можно выкупить 2000 такой будет стоить так ну тут что-то такое специальной ой ой это получается чтобы была плоская нулька все хочет сама делать вау как классно водичка это для того чтобы глина стала более мягкой и ну зачем ты это делаешь мы тебя помоем не переживай так это лишняя глина убирается вау вау и это рисуночек такой и все две минуты и у тебя готова плошечка нолька и и нулька у нас и сушить красота какая сколько уже сегодня было ребят вот все можно тут посмотреть можно тоже подписать сейчас мы подпишем и так сейчас уже 1801 мы тут были почти сколько четыре часа я загорела провела хорошо время съела 4 дал мы что еще что еще нам юль выпила 3 сидр успела поссориться с мужем и помириться так короче на следующий раз если вы сюда поедете что мы советуем мы советуем вам брать раскладной стул стол пусики биотуалет потому что туалет только один что еще мы нашли только один у входа а так мероприятие вообще классная супер музыка была в три часа почти что в самом начале просто волшебная почти что как ленинград нам очень понравилось да мы мы сразу сели в тенек на пуфики которые нам не хотели отдавать так то вообще мы волшебно время провели какая собачка какие у нее сиси просто собачка бедолага кстати мы встретили еще пять щеночков да это их мама такие будут щенята да прям но все щенятки они лапочки так что 12 или 11 это так что это мероприятие классная было мне понравилось музыка еда мастер-класс прям вообще супер напитки разные напитки разные вот от алмада мы тоже попробовали разные виды так что вообще прям класс класс и пул пулак есть у самого входа а мы сейчас в парке хотела вам показать как тут классно видимо уже все пора идти домой может быть это такая анимация не знаю я кстати парка сквер больше понравился чем площадь фонтанов возможно они просто уже присытились а тут прям классно народу больше такая яркая экспозиция сейчас на основу польют музыки нету просто световая анимация видимо дети ждут что пойдет вода и не тоже так интересно сейчас я как а а котят водой дети все мокрые и рискуешь давай покажи нам вот 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 веселье вот это да так так Это надо иметь несколько детей Когда же Оп Вот это развлекаловка Не то, что там тебе поющие фонтаны Инн, давай теперь ты Куда? Ладно, шучу Бабушка? Инн, я пошутила Оп, 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 как интересно Нет, Инн Я не хочу Да, очень прикольно сделали Пулпулак сделан в виде памятника Девочка пьет и с пулпулакой Вот в это место лучше, конечно, сходить с ребятишками Сейчас 25 градусов, но дует ветер Обычно по вечерам ветер такой сильный, хорошо охлаждает Прям не верится, что было 30 с лишним градусов Вот пример Классненько Тут есть и мальчик, который пускает по воде кораблики И детишки, которые под зонтиком Просто в дневное время это выглядит совершенно по-другому То есть можно заметить такие нюансы, что у них и зонтик разноцветный И река подсвечивается Дети до сих пор купаются Наверное, они супер закаленные У нас просто и нулька, она уже месяц кашляет Мы все никак не можем от кашля и излечить Это все после ветерянки И облачко Ладно, все, теперь уж точно спать А то прям это как-то тут не чувствуется времени Редактор субтитров А.Семкин